ЛИТЕРАТУРНАЯ ДУЭЛЬ Никто не пишет или не писал. Так ли это на самом деле? Хорошо ли развивается детская литература в России? Развивается ли она? Не опасно ли то, что у нас появилось такое большое количество детских писателей и писательниц? Об этом сегодня поговорим с главным редактором издательства Настя и Никита Алиной Дальской. Здравствуйте. Здравствуйте. И детским писателем, педагогом и переводчиком Натальей Волковой. Здравствуйте, Наталья. И первый вопрос у меня будет, наверное, простой. Читают ли сегодня дети вообще книги? Может, им достаточно планшета и телефона, и телевизора, и компьютера? Зачем им бумажные книги? Читают ли они? Дети читают, конечно, как и всегда читали. И есть всегда и читающие, и не читающие дети. Это нормально совершенно. Никогда не бывает такого, чтобы все вот прямо 100%, даже в нашей самой читающей стране в мире, в Советском Союзе, все равно были не читающие дети. Это нормально, естественно, совершенно спокойно. Я не думаю, что сейчас, честно говоря, меньше детей читает. Читают и читают с удовольствием. Да, процент остался тот же самый. Я еще в библиотеке работаю, и я вижу, что дети приходят, берут книги. То есть есть еще дети, которые ходят в библиотеку, берут книгу. Другое дело, что нужно, наверное, немножечко по возрасту еще разграничивать, потому что есть дети дошкольного возраста, которым больше читают родители, да, а есть уже подростки, которые... Хочешь, не хочешь. У которых уже, да, вот там надо заинтересовать, наверное, темой. А какие темы сейчас интересны детям? Вот я помню, сейчас я задаю этот вопрос в связи с тем, что я что-то такое пытался своим читать. У меня уже подростки, дети, там, 12-13, когда им было лет. Мы им какие-то книги покупали, ну, те, которые мы знаем, естественно, вот как Чулковский, Маршак и все остальное, только для их возраста. При этом они вот это все отказывались и все время просили какие-то фэнтези. Ну, что это? Ну, не Гарри Поттер, но вот в ту сторону. Ну, прекрасно, хорошо, почему нет? У каждого поколения у него свои какие-то любимые авторы. И, конечно, детям, знаете, читать то, что нам читали в детстве, ну, дядя Степа милиционер, например, да, это реалии нашего детства. Светофор милиционера, сейчас-то как минимум полицейский, да, и когда они читают что-то, что не соотносится с их сегодняшним опытом, им, конечно, неинтересно. Они не понимают просто, да, у них нет этого языка. Это не те реалии, которые откликаются в их сегодняшнем. А нам ведь интересно читать все равно про себя сейчас. Поэтому это нормально, пусть читают Гарри Поттера, почему нет. Великолепная книжка, шедевр мировой литературы, однозначно. Но я уверена, что когда сегодняшние поколения, выросшие на ней, будут подсовывать ее своим детям и внукам, то, возможно, как бы у этих внуков это уже вызовет отторжение, как нечто такое сильно устаревшее. Ну, на самом деле, она уже немножечко устарела, потому что уже выросло поколение. То есть те дети, которые читали, будучи там в 11-10 лет, сейчас они уже сами родители, им уже 30-35. И да, этой книге уже более 20 лет. И уже сейчас, даже вот когда разговариваешь с детьми, они уже Гарри Поттер как-то вот он сошел. Сейчас другие появились уже книги. Да, не настолько фанатеют. Уже не настолько фанатеют. И да, сейчас много другого. Вот к моей подводке я вернусь. Действительно ли лучше Чуковского, Барто, Носова? Никто не пишет сейчас. Ну, это, знаете, как если нам, допустим, сказать, что лучше Баратынского нет поэта, там, грубо говоря, да? С тех пор выросло еще очень много поэтов, включая там Пушкина, Лермонтова, там, и тех же Барто и Чуковского, которые, так сказать, уже немножко затмили с собой прошлых кумиров, хотя когда-то они были великолепны. Опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, обязательно у читателя должно откликаться, зачем я это читаю. Если мне это не актуально, мне это не современно, и если я не литературовед, который читает это с точки зрения, там, написания какой-то научной работы, поэтому это актуализируется, то зачем мне это читать? Современная литература должна быть всегда. А мне кажется, что это просто связано с политикой государства, связанной с детской литературой, и в советское время и Барто, и Чуковский, они просто печатались такими тиражами, что их невозможно было не заметить, и они вот, мы просто везде были обязательно, а сейчас этого не происходит. Есть такой момент, да, действительно, раньше детская литература, она была как бы встроена в государственную такую политику, и да, есть, это правда, миллионные тиражи, если мы посмотрим старые книжки, ты ее переворачиваешь, и на ней написано, тираж 2 миллиона экземпляров, цена 10 копеек, да. Я прям помню. Эта тема, безусловно, есть, да. Вы здесь, вы правы совершенно. Но, с другой стороны, мне трудно себе сейчас представить, чтобы государство вот таким вот образом, как бы, массово кого-то издавало, кроме учебников. С другой стороны, то, что это не государственные, а как бы в основном частные, либо, ну, коммерческие такие вещи, они дают возможность более широкого диапазона. Ведь вы ведь сейчас причисляете имена, которые, их не так много на самом деле, да? Да, не много. Вот ты попал в эту когорту, как бы, вот этого детлита, да, и ты можешь издаваться. Но сейчас значительно много, значительно больше людей имеет доступ к тому, чтобы напечатать свои произведения. Очень много у нас издательств, в том числе специализированных детских издательств, вот как наши, например, которые только на детской литературе специализируются. Это все ваше? Нет, здесь не все наше. Здесь книги Натальи Волковой, которые изданы в разных издательствах, вот, и слава богу. И поэтому более разнообразной, мне кажется, стала детская литература. Из нее ушла, как бы, массовость, но вместе с массовостью ушла вот эта идеологичность такая. Это, мне кажется, хорошо. Ну, идеологичность вообще у нас ушла, мы не понимаем. То есть она появится, когда появится идеология. Ну, и... Идеологичность, наверное, и в детской литературе тоже. Ну, я бы сказала, что детская литература сама по себе, наверное, идеология, да, потому что никакой писатель не хочет детям передавать что-то плохое. Вот. И любой человек, ну, нормальный человек, когда пишет для детей, естественно, он хочет поделиться своим опытом и помочь ребенку в этот период взросления. Да. Вот. И мне кажется, что это само по себе может быть идеологией. Мне очень нравится, как Михаил Давыдович Яснов, детский поэт замечательный, сказал, что наша национальная идея — это детская литература. По-моему, вот отличное высказывание. А есть ли какой-то буфер? Я сейчас как родитель задаю этот вопрос. Есть ли какой-то буфер между писателем и ребенком? Вот тем, кто пишет детскую литературу и ребенком. Есть ли какое-то, так сказать, буферное звено, которое проводит некую оценку на предмет того, может ли она быть вредной, даст ли она какие-нибудь жизненные стратегии ребенку, которые опасны для его психического здоровья, там, в будущем, как взрослого, или для общества? Есть кто-то, кто оценивает это? Или это делают редакторы в издательствах? Да, это работа редакции. Редакция, она исходит из того, как воспримет эту книгу читатель. Потому что если ты будешь там в этой книге транслировать то, что потенциально может не понравиться родителям, которые все-таки родители покупают наши книжки чаще всего, а не сам ребенок, то ты получишь на нее плохие отзывы, выйдет какой-нибудь скандал нехороший. И, конечно, поэтому издательство, оно, когда готовит книжку в печати, оно всегда смотрит, насколько эта книжка как бы соответствует вот тому, что хотели бы донести свои родители своим детям, так скажем. Ну и плюс родители тоже являются, наверное, таким буфером, потому что одному ребенку можно в 10 лет там про смерть читать, а другому это будет какая-нибудь психологическая травма. То есть родители, конечно, хорошо знают своего ребенка и могут предлагать ему ту или иную книжку. Это очень видно, когда родители покупают книжки на выставках, они всегда спрашивают, а что здесь? А вот эти темы здесь есть или нет? Нету, ну слава богу, точно нету и так далее. И какой-то единой системы, которая помогает родителям понять оценки, да, ее нету в целом. Но у нас есть там возрастное ограничение, оно может быть, на книгах же тоже оно есть, да? Да, оно очень условно, да, это рекомендательное. Потому что вот Наталья правильно сказала, одному один ребенок уже готов к какой-то теме, а другой не готов вообще никак, дети же по-разному взрослеют. Родители очень внимательно на это смотрят всегда. Ну, аннотация, она тоже является таким вот, наверное, подспорьем, да, когда родители покупают книгу, читают аннотации. Плюс есть специализированные сайты, там, пап-мам-бук, библиогид, что еще? Там родители обсуждают. Многие блогеры пишут, многие блогеры пишут, многие литературы высказывают свое мнение, многие родители подписаны на них. Плюс есть специализированные, ну, магазины, и вот наш, например, детский книжный магазин, я люблю читать, он именно детский. Почему родители предпочитают иногда не заказывать в интернете, а прийти, как бы полистать, посмотреть и спросить консультацию продавца. Именно для этого, чтобы вот составить мнение. Книжки сейчас не самые дешевые, и они не хотят делать какие-то покупки глупые и бесполезные. Очень внимательно к этому относятся. Да, глупые и бесполезные, согласен, это одно. Я тут больше про опасность. Я, знаете, почему? Задаю все-таки еще раз этот вопрос, и, может быть, там, с другой стороны. Я помню, какие-то были видео, в которых были нарезки из мультиков диснеевских, что они создают какие-то установки, ну, опасные для ребенка. Вот эти принцессы, вот это... А вот даже не вспомню сейчас. Но получается, что эти мультфильмы, они некую, ну, модерацию обществом все равно проходят, и мы их смотрим. И там что-то такое работает. Так же и с книгами. Вот не может быть вреда от детской литературы? Или может быть? Есть разные люди, разные родители, которые даже в невинном каком-нибудь Мойдадере могут усмотреть что-нибудь вредное. Агрессию умывальника, например, да. Или там в Федорином горе, я помню, многие родители возмущались, да даже во времена Чуковского возмущались. Ой, Федорином горе мне очень нравилось. Возмущались, так. Что они возмущались? Ну, возмущались тем, что посуда одушевленная, она там против своей хозяйки пошла. Это вот целая такая вот идеология, да, как это возмущаются вещи против своего хозяина. И сейчас тоже есть разные люди, у которых могут быть разные тараканы в голове, да, и которые могут... Тараканища. Тараканища, да. Которые могут углядеть, в общем-то, в безобидной абсолютно книжке что-то такое, вот что им покажется. Какой-то второй пугающий смысл, да. А психологи работают на этом этапе или нет? Вот от автора к ребенку есть ли какая-то вот эта прослоечка, когда психологи смотрят на детскую книгу, говорят, это нормально, можно, тут нету оценочных характеристик, еще чего-то. Или такого не бывает? Нет, такого не бывает. Нету таких издательств, которые это делают? Ну... А нужно ли это? Или это мои просто... Нет, есть какие-то издательства, которые издают именно книжки для того, чтобы ребенок не боялся темноты, книжки, чтобы ребенок не боялся, там, не знаю, высоты, да. То есть вот есть специализированная психологическая литература, которая, наверное, тоже нужна, да, для детей, чтобы преодолеть какие-то... Книги для усыновленных, например, детей. Вот какие-то специальные вот такие книги, они, конечно, наверняка проходят, да, вот какой-то там и советы психолога, там, и все такое прочее, но в принципе детской литературы, художественной, познавательной, конечно, нет. Вы знаете, это настолько все разнообразно, это как в одежде у каждого свой стиль, например, да, кому-то кажется, это абсурдно и ужасно, леопардовая лосина, а кто-то считает, что это прекрасно. Но это хорошо. Я, например, тоже, у меня кровь из глаз, когда я захожу в какой-нибудь магазин и вижу эти жуткие четырехцветные книжки-картонки с кошмарными совершенно стихами, а кто-то говорит, о боже, какая прелесть. Ну и хорошо, люди-то разные, книги должны быть разные для всех. Да, вот Алина очень правильно говорит, что, мне кажется, самая большая опасность от детских книг, это если она написана плохо и портит вкус ребенка. Я, например, еще очень не люблю книги назидательные, знаете, вот где там вот прямо говорится о том, что вот это плохо, вот это вот хорошо, да. Для меня, например, как для мамы, это, ну, недопустимо, это слишком прямо, и это как бы такая нотация ребенку, да, вместо того, чтобы он получил во время чтения какой-то опыт. Но с удовольствием покупают, например, такие книжки бабушки в церковных лавках для своих внуков. Да. Ну, почему нет? Надо, это самое, есть какие-то вещи. Что ручки надо мыть, да. Да, да. Я помню, для меня открытием была книжка, которую я купил для дочерей, про какую-то принцессу, которая все разбрасывала, и она была, в общем, не очень послушной и не очень... Но когда она была хорошей девочкой, она вспоминала о том, что нужно вот это делать, вот это, и она делала. И чувствовала себя хорошо. Вот. Вот какая-то такая история. Вы почитали ее своим дочкам, и что, они бросили все убирать? И стали такие правильные, хорошие, кушать кашу до конца? Не знаю, кстати говоря, не знаю, насколько это проросло, но мне кажется, им было интересно, по крайней мере. И когда я им задавал вопросы после этого, а что вот, они говорят, ну да, вот она хорошая, то есть нам вспоминают о том, что она хорошая, и она делает. И мне кажется, это формирует правильное отношение к себе. То есть ты можешь быть таким, можешь быть таким, все зависит от того, как ты выбираешь. Да, это прекрасно, что есть выбор, ну правда же, и в литературе, и в детской тоже. А какие тенденции сейчас в детской литературе? Что, какие основные движения, что происходит вообще? Писателей много вдруг, да? То есть мы в какой-то момент ощутили, испытали на себе некий бум, взрывной рост. Это правда, да. Да, и, наверное, это еще связано с тем, что звезды вдруг начали писать детские книги, да, потихонечку? Нет. Нет? А с чем связано? Это для звезд больше развлечения. Я думаю, что и поднятие престижа вообще, в принципе, книги. Вот если мы посмотрим, например, на наши 90-е годы, когда был такой всеобщий бардак, потеря как бы тех ценностей, что были, а новые еще не выработаны, вот тогда была проблема, да, в общем-то немногие писали. Была такая потеря ориентиров, а вот когда это кончилось, как бы и общество стало становиться более таким упорядоченным, размеренным. Появилось много гуманитарной такой деятельности, всякие социальные фонды и все такое. И у людей начал какой-то порядок в голове наступать. Вот тут вот начали уже писатели хорошие, интересные появляться и с удовольствием писать для детей. Много издательств появилось. Если вы посмотрите на даты возникновения детских издательств, современных, да, мы не берем детлит, то это вот, как правило, конец 90-х, начало 2000-х. Дата рождения всех издательств, это именно вот этот период. Конец 90-х, начало 2000-х. Вот мы в 98-м году, например, открылись, а одновременно с нами в этом году три или четыре издательства новых появилось. И вот это вот начался такой взрыв детской литературы и интерес к ней, в том числе со стороны звезд. Вот тут они подумали, о, как интересно. Вот, я не какой-то ерундой занимаюсь, а хорошую книжку могу написать, да. Вот, ну да, писателей сейчас много, и это прекрасно. А насчет тенденций, ну, действительно, сейчас много всего просто разного, очень разного. То есть много хорошей подростковой литературы, и подростковые авторы разговаривают с детьми, в общем-то, на все темы, не боятся говорить обо всех серьезных, важных вопросах. Вот что это? И я считаю, это очень хорошо. Назовете? Темы. Темы авторов подростковой литературы. Ну, авторов, да, я могу, конечно, их начать перечислять, их очень много. Анна Игнатова, Нина Дашевская, там, Лариса Романовская, Юлия Иванова, Дина Сабитова. Ну, в общем, не хватит у меня сейчас пальцев перечислить всех. Наталья Волкова, может быть. Наталья Евдокимовна, ну, Наталья Волкова, ладно. Вот такие две какие-то тенденции, которые можно выделить, наверное, это большой интерес к познавательной литературе. Вот этого не было раньше в таком объеме. Я не знаю, хорошо ли это, потому что родители, они как бы нацелены на то, что надо вложить в ребенка какие-то знания. И вот приоритет познавательных книг над художественных, наверное, есть такой момент. Так и есть. Я не буду покупать им вот эту современную сказку, потому что ее написал автор, которого я не знаю, они братья Гримм. А вот познавательную, там, допустим, про метро я куплю, потому что эта книжка полезная. Понимаете? Вот такой вот выбор. Это есть немножко перекос в сторону познавательной литературы, очень огромный к ней интерес. Ну и дети ее любят, надо сказать. Дети сейчас такие продвинутые, эрудированные. И если говорить о какой-то общей тенденции, то я бы, наверное, сказала, что пошел у нас какое-то движение от текста в сторону картинок. Раньше текст был первичен, картинка вторична. Сейчас мы видим, что есть книжки и вообще без текста. Это просто картинка. Либо это очень красивая картинка, два предложения. Вот это вот явление у нас появилось. Книжки, картинки, комиксы, вимельбухи. Да, много сейчас. Что? Вимельбух. Это вот как раз книжка без картин. Без текста, когда одни картинки. Ну вот в издательстве Настя и Никит тоже такая есть, по-моему, да? Да, про Деда Мороза. Очень интересная книжка. Она чем хороша? То, что ты можешь придумать по ней свою историю. У тебя есть картинки, какие-то общие герои, а что уже там с ними происходит, ребенок может сочинять сам. Или родитель может сочинять сам. Да, конечно. Интересно. Рискну предположить, может быть, я не прав. Вот этот интерес к познавательной литературе, он может быть связан с тем, что ее в целом-то и не было в советское время. Вы знаете, она была. Она была. Она была в виде энциклопедий. Вот я помню эти энциклопедии. Очень много занимался познавательной литературой Маршак. И он прям в своем издательстве в Дед Гизе он основал такой вот серьезный отдел познавательной литературы, где это все... А что это такое? Что мы могли из этого читать? Энциклопедия? Ну, не энциклопедия. Энциклопедия, видите? Нет, ну, я не знаю, энциклопедия или нет. Хочу все знать. Что это? Вот многотомник такой был. Хочу все знать, где там было много томов, посвященных космосу, физике и так далее. У меня было очень много тонких книжек, таких вот 32 странички, 24 странички, которые вот прям тематически были, например, как я прыгала с парашютом. Либо там от костра до очага. Там вот такие. То есть они рассказывали процесс именно не с точки зрения, это было не художественное, а вот как все происходит. Вот очень много таких было. Много-много. Потом они пропали. Вот как раз в 90-е где-то какой-то интерес к ним. Ну, не было их просто. А сейчас это прям новый всплеск, взрывная такая волна. Мы это очень видим по нашему издательству. Мы издаем и познавательные, и художественные книжки. И вот где-то, наверное, пожалуй, 85-90% приходится именно на познавательные. И мы видим, насколько быстрее они раскупаются, насколько к ним больше интерес, чем к художественным. А вы смотрите за зарубежной детской литературой? Наблюдаете что-то, используете как референсы, например? Может ли издательство сказать автору, например, сказать, слушай, а напиши-ка мне вот что-нибудь такое? Ну, иногда говорят, да. Зачем вот, как вы наблюдаете это? Это премии какие-то есть в детской литературе? Как вы узнаете эти имена? До ковида это была выставка в Болонии и другие большие книжные выставки. Именно детские, да? Да. Нет, там очень разные, но нас, конечно, интересовал детский отдел в основном. И можно было походить там, посмотреть, что делают коллеги за рубежом и какие-то идеи тоже подчеркнуть, почему нет. А писатели? Подсматриваете? Ну, мы, конечно же, смотрим, интересуемся, но так, чтобы полностью какую-то кальку, да, напиши вот сейчас, пойди и напиши Гарри Поттера нового, да? Да. Ты еще попробуй. Мне кажется, попытались многие. Многие попытались, но все равно это все вторично и не то, да? Там другое название поменял, да? Вроде как книжка такая же. Нет, все не так просто. Но, вы знаете, есть все-таки разница менталитетов. Вот я когда была на последней случившейся выставке в Болоне, в этом году ее просто отменили, очень было видно, насколько мы все-таки специфические, такие вот национальные наши отличия. Все-таки мы пока еще люди текста. Вот. И, например, вот наши книжки «Настя и Никита» не вызвали интереса наших зарубежных товарищей, они говорили, ой, как много текста, какой ребенок это осилит. А для наших детей, наоборот, это привычно, хорошо, и они с удовольствием это читают. То есть вот это многовато текстами, да? Ну, это стихи, да, но вот если взять, да, там, повесть, ну, да, вот тут фактический текст. Но надо сказать, что я была очень удивлена, что вот эту книжку перевели на бенгальский язык. Вот, то есть почему-то вот Индия заинтересовалась темой Великой Отечественной войны. Это, собственно, книжка вот связана. А как сейчас обстоит дело с иллюстрациями в советских книгах? Ну, я до сих пор, например, помню дядю Степу. Конечно, это классика. А кто был художник? Дядя Степа, не помните? Нет, так сразу я не вспомнила. Мы ориентируемся на них? По-разному. Или есть какие-то новые художники, которые... Ну, о цели издания, да? Вот в этой книжке, эта книга про Москву, здесь было важно, чтобы художник мог нарисовать архитектуру, чтобы он хорошо рисовал, там, разрез здания мог нарисовать. А в художественных книгах там другие какие-то приоритеты. Да, если взять какие-то художественные книги для подростков, там иногда очень условные рисунки, там, чуть ли не в стиле Пикассо, там, вот, ну, совсем такие простые, потому что уже ребенок в том возрасте, когда он может домыслить остальное, ему это не надо. Наши книжки, например, для детей от 5 до 12, им важно, чтобы было вот реалистично. Поэтому у нас такой стиль. А если мы будем делать условно, то как бы не всякий ребенок это поймет. А подростку ему, чем старше ребенок, тем меньше ему нужны иллюстрации, и в конце концов они ему не нужны, как нам с вами мы можем скачать электронную книгу и читать вообще без ничего. И в голове у себя вот это все. Прекрасно воображать лучше, чем кто-то нарисовал. Раньше была эта профессия художник-иллюстратор, а сейчас, мне кажется, их нету. Сейчас все просто как-то художники, или они остались. Вот я не знаю, в полиграфическом, по-моему, в полиграфическом заканчивают именно как художник-иллюстратор. Да. Но и раньше, знаете, многие художники, ну художник это же как бы призвание, состояние души. Очень многие художники, они рисовали, кроме детских книг, много всего там. И просто детские книги – это часть того, что они делали. Точно так же, как и многие писатели, даже вот с советской поры мы знаем, что они были просто писатели, писатели всего. Да. И для взрослых, и для детей. Но многие уходили в детскую литературу, в детской литературе было больше свободы для них. Вот почему они уходили. То есть как будто бы сказочки. Да. То есть это как бы уже жизнь отдельного человека. Вот мы знаем, как Хармс, например. Он же мигрировал просто в детскую литературу, потому что как бы в другом формате его ущемляли. А здесь он нашел для себя прекрасные возможности реализоваться. Мы понимаем, что это совсем не детская литература. Иногда да, совершенно верно. Так же и художники. Здесь он пишет картину, здесь он, может быть, ваяет скульптуру, а здесь он иллюстрирует книги. Почему нет? Метро. А что, какие проблемы есть в детской литературе сейчас? Есть они? Можете их сформулировать? С чем нам надо бороться? С чем нам надо бороться? Вздохнули бы тяжело. Наверное, в первую очередь, вот с тем, что считается, что детская литература, она вся умерла и осталась где-то в прошлом. И вот это вот основная проблема, потому что родители, они, конечно же, предлагают своим детям в первую очередь то, что зацепило их самих в детстве. И очень боятся пробовать что-то новое. Мне кажется, это очень большая ошибка, конечно, которая демотивирует детей, демотивирует родителей. Очень жалко, что так происходит. Поэтому мы здесь и в других местах рассказываем, что все это не так. И, конечно же, просим родителей быть посмелей. Да, детская литература есть, она процветает, у нее золотой век. Золотой век? Да. Сейчас, да. Расскажите чуть поподробнее, что значит золотой век, как мы это определяем? Расцвет. Потому что, действительно, как Алина уже сказала, в 90-х годах был такой провал. И где-то вот с начала 2000-х появились новые издательства, появились новые конкурсы, появились семинары для молодых писателей, пишущих для детей. И сейчас я знаю, что они только умножаются, и появляется все больше и больше молодых писателей. Уже следующее поколение, мы так наблюдаем, что уже приходят на смену совсем молодые писатели. Это здорово, потому что у них есть тоже какой-то вот круг, семинары свои собственные. То есть, мне кажется, их становится больше. Появляются новые классики детской литературы, которые будут через некоторое время классиками просто стопроцентны. И наши дети уже будут читать их своим детям. Назовете какие-нибудь имена? Ну, Наташа многих назвала. Ну, классиков я как раз, наверное, не называла. Вот Михаил Яснов, да, которого в прошлом году, к сожалению, не стало, но это классик. Марина Яковлевна Бородицкая, тоже замечательная. Марина Москвина. Ну, в общем, это те, кто начинал еще в советские времена. Лунин, Виктор Лунин, да. Охотин, Сергей. У меня вот есть такой вопрос, и, может быть, сейчас мы на него отвечаем. Просто хочу понять. Какие книги вы читаете своим детям? Самые разные. Мы обычно приходим в детский книжный, ну, поскольку у меня есть детский книжный, мы приходим туда, я говорю, выбирай. Просто вот что ребенку запало, как бы, что ему интересно, это мы и забираем. И это он потом либо сам читает, либо я читаю. Ребенок картинками выбирает? Да, по обложке. Да, поэтому издательство все так много внимания уделяет обложкам и иллюстрациям. Он же не успевает сразу прочитать. Вот что-то его зацепило. Ему стало интересно. Это главное, в общем-то. Не важно, что. Пусть это будет, там, какой угодно простой текст, либо какой угодно дурацкий текст. Но главное, чтобы был вот интерес. А вот детские книги, они отличаются от взрослых по как-то санитарно требованиям или нет? Это Алина может много рассказать. Это больное место, потому что существует санпин всемогущий, в котором шаг влево, шаг вправо, это просто расстрел. Он регламентирует все. Интерлинияж, то есть это пробел между строками. Размер шрифта для каждой возрастной категории, размер полей. Это интересная тема, я смотрю, вы включились. Цвет страниц. Цвет страниц. Да, цвет. То есть ты, например, не можешь написать белым шрифтом на черном. Это считается вывороткой, и этой выворотки должно быть в книге не более какого-то процента. Это просто, знаете, я почему так возбудилась, потому что это, конечно, минное поле. А проблема в том, что, в общем-то, мы знаем прецеденты, когда ширина между букв была больше, чем положено по санпину, и тираж снимали полностью. Это потери финансовые для издательства. У нас нет, слава богу, у наших коллег, но мы поэтому запуганы, и просто этот санпин у нас в качестве Библии вот так вот висит. Ну да, такие регламентации есть. Я понимаю, что это с точки зрения того, чтобы сделать текст наиболее удачно читаемый для ребенка, но это мука, конечно, для издателя. Там вплоть до того, по-моему, что у буквы У там убирались какие-то черточки наверху, вот эти вот, да, потому что их нельзя в детской книжке. Хорошо. Вопрос такой. Форматы, они все разные, да? То есть книжечка маленькая, побольше. От чего это зависит? От объема написанного? Нет, мы теперь понимаем, да, потому что она, может быть, картинка и текста мало. От чего зависит объем книги? Вот размер буквально ее. Да, чего угодно. Вот, например, вимельбухи, которые, мы говорили, которые можно рассматривать и придумывать истории, они бывают вот такими. А наш вимельбух, он, например, вот такой. Ну, нам показалось, что этот формат наиболее удачен. Потом мы просчитываем это с экономической точки зрения в типографии, потому что некоторые форматы, если они нестандартные, то они дороже стоят. Нам, конечно, тоже не хочется удорожать книжку. То есть есть некий стандарт. Я так понимаю, вот эту книгу, она точно должна быть дома. То есть ее вот взять или там поехать с ней куда-то, наверное, будет тяжеловато. Ну, я знаю, что с ней ездят по метро, например, и читают. Мне просто писали читатели, что берут ее с собой, да. А писателю важно, какого размера будет у него книга? Вот скажите мне. А многие писатели хотят, чтобы она была в твердой обложке. Да. Вот поскольку мы издаем книги в мягкой обложке, по большей части, преимущественно, практически все у нас в мягкой обложке, как раз исходя из интереса у ребенка, чтобы ее можно было взять, вот так вот, если что, в трубочку свернуть, карман положить. Писателям, наверное, это очень не нравится. Они, конечно, не нравятся. Они хотят, чтобы был твердый переплет. Это переплет 7БЦ называется. 7БЦ. Да. Мне нравится, потому что эти книжки удобно с собой носить, они легкие. Когда навстречу с читателями идешь, таких можно 10 взять, а такую только одну. Это правда, да. Если у вас, я знаю, что этот вопрос такой странный и сложный, но есть ли у вас любимое какое-то произведение? Вот из современных авторов. У вас как у автора, у вас как у издателя что-то, что вы готовы прочитать и сами? Вы знаете, оставшись из детской литературы. Из детской литературы. Ну, я просто вот только недавно закончила читать новую книжку Анны Игнатовой «Принцесса Турба», вот она мне очень понравилась. Сейчас она, наверное, у меня любимая. Я ее подсовываю всем знакомым детям и незнакомым тоже. Так. Ну, мне, конечно, как редактору, мне намного тяжелее, потому что я так много книг читаю, и когда ты ее читаешь, ты в нее влюбляешься. И в этот момент, я тут полиамор, наверное, можно сказать, ну, я очень с большим удовольствием много раз перечитываю книжки Дины Сабитовой. Мне очень нравится, как она пишет. Мне очень нравятся все сказки, которые изданы у нас, вот в том числе Наташи Волковой. Я их просто могу много-много-много раз читать, особенно потому что их так мало, и поэтому это, ну, как для меня это как жемчужины художественной литературы в нашем издательстве. Мы очень придирчивы к сказкам. Ну, и если из зарубежных брать, то я очень люблю, конечно, Астрид Лингрен. Вот, мне кажется, это из тех авторов, которые не стареют морально вообще никак. И ее можно из года в год, сколько, скольким бы своим детям я это не считала, я каждый раз получаю огромное удовольствие. Ну, да, поскольку был вопрос про современных, я не стала ударяться, да, в иностранную литературу, там, я и Толкина очень люблю, и перечитывала его. Вообще, каждый год, когда лето начиналось, каникулы начинались в школе, в институте, я бралась за Толкина и перечитывала. Друзья, золотой век детской литературы в России обсудили мы сегодня вместе с главным редактором детского издательства Настей Никита Алиной Дальской и Натальей Волковой, детским писателем, педагогом и переводчиком. Читайте детскую литературу, взрослые, дети, получайте удовольствие и до встречи в программе «Литературная дуэль». Субтитры создавал DimaTorzok